Ремонт тепловых сетей, корректировка платы за отопление и модернизированная диспетчерская служба. В ПАО «Т-Плюс» подвели итоги отопительного сезона и обсудили планы на будущее. Встречу с журналистами открыл Андрей Вагнер, генеральный директор ПАО «Т-Плюс». Глава организации выступил с отчетом о проделанной работе в прошлом году. Появились новые котельные, обновились тепловые сети. И так по всей России изъемнили 721 километр теплотрасс. Кроме того, за последние годы компания приняла к обслуживанию теплосети протяженностью 5000 километров. Принятые трубы энергетики приводят в порядок. Главное, цель на текущий год обновить как можно больше тепломагистралей. Хорошим подспорьем является механизм фонда ЖГХ. Мы там, наверное, точно самый активный участник. И по всем регионам занесли проекты. Не все пока прошли решение. Но в любом случае это нам дает виток средств компанию в наших ожиданиях порядка 4-5 миллиардов по 2022 году, которые направлены в основном, или практически все, на тепловые сети. Минувший отопительный сезон оказался одним из самых длинных. Выработка электроэнергии в Владимирской области составила 1799 миллионов киловатт в час. Энергетики устранили 274 повреждения. Общее количество инцидентов снизилось на 34 по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Уже началась подготовка к следующему отопительному периоду. На ремонт и замену оборудования запланировано более 1 миллиарда рублей. Наша работа в том и заключается, чтобы стать для потребителя невидимым, незаметным. Чтобы потребитель понимал, что услуга она оказывается качественной, он ей доволен. И если есть какие-то возмущения, они носят такие точечные характеры, а не системные. То есть системных сегодня каких-то таких больших у нас, по крайней мере, к нам не поступало. На конференции были затронуты вопросы по корректировке платы за отопление в течение календарного года. На данный момент клиентами оплачено 112 из 136 миллионов рублей. При желании клиенты могут перейти на оплату по факту во время отопительного сезона. В завершении встречи энергетики показали прессе оперативно-диспетчерский центр. После модернизации на мониторе вся информация о работе теплосетей. Давление, расход и температура. Диспетчерская служба может оперативно принимать какие-либо решения и направлять бригады для того, чтобы локализовать или исправить какую-либо ситуацию или там, где произошел какой-то инцидент.